Космического времени суток с вами Ви Джей Вери и я играю в Кеншин и решила все-таки немножечко повыполнять тут некоторые заданницы, связанные с ивентом, пока он еще не завершился. Кое-что записывать не буду, наверное, кое-что все-таки запишу. Мечащийся экипаж это, скорее всего, то же самое, что вот мы уже видели. Переплетение снов реальности, это так, где-то я об этом читала, так, и тень меча рыцаря, это у нас какие-то бои, судя по всему. Так, ну и находится это все непосредственно вон где-то на том берегу, скорее всего, я не буду проходить вот прям вот все на запись, но немножко посмотреть бы не можно, чтобы примерно иметь представление о происходящем. Вот, так, и начну, наверное, с того, что не связано с боями и с мчащимся экипажем, потому что, ну, явно это будет вот такая же мини-игра, которую нам давали поиграть во второй главе где-то. Так, это у нас бои, это у нас колесница, да, судя по иконке, да? И вот, Харма Кирти, ученый. Пожалуйста, пусть это клиническое испытание пройдет гладко. Я сделала все возможное, чтобы получить помощь. Пожалуйста, пожалуйста, пусть все пройдет хорошо. Сделал. Ну, с кем не бывает, в конце концов. Прошу прощения, вы Мэй? Ну да, это я. Хорошо, как хорошо, что не подошел кто-то другой. А шо такое-то? Позвольте представиться, я Дхарма Кирти, Дастур из Амурты. Ммм. Мы слышали о вас, но, по правде говоря, знаем о вас не так уж и много. О чем, Тигнари не рассказывал, что ли? Или кто-нибудь другой? В последнее время мы проводим исследование снов, и Дендроархон сообщила нам, что из ее знакомых вы самый невозмутимый человек, способный отличить сон от реальности. Да, она мне льстит. Без ее помощи я бы не смогла отличить сон от реальности. Так что... Не надо скромничать. В общем, наш проект как раз об этом. И наши данные показывают, что людям трудно пробудиться ото сна. Мы хотим использовать психологическое влияние, которое сны оказывают на людей, чтобы помочь при лечении различных расстройств. В частности, мы применим целенаправленные подсказки и рекомендации, основанные на конкретном состоянии каждого пациента, чтобы создать для него подходящий ландшафт сновидений. Ух ты, как все это замороченно звучит-то. Технология входа в мир грез по-прежнему сравнительно нова, и прогресс в ней достигнут в основном благодаря многочисленным усовершенствованиям, сделанным дендроархонтом. Проще говоря, наша цель и корректировать когнитивное состояние пациентов внутри их сновидений, чтобы устранить их психологические проблемы. Ох, звучит сложно. А, точно, простите. Не удержалась, чтобы не рассказать немного о нашем проекте. Он довольно сложный, да. Ну, неудивительно, вы же ученые, правильно? Было бы странно, если бы было все просто и понятно для обычного обывателя. Проще говоря, мы проводим медицинское исследование психологических эффектов снов, но застряли на практической стадии. И вам нужна моя помощь, да? Да? Сразу догадались. Как-то неловко. Ну, еще бы. Всем от меня помощь нужна. Ни у кого из команды проекта не было опыта поддержания осознанности во сне, и это повергло многих в отчаяние. Но теперь, когда мы знаем, что существуют такие люди, как вы, надежда возродилась. За это мы благодарим и нашего архонта. Если бы она не выслушала наш доклад и не предложила обсудить все с вами, боюсь, наш проект остался бы незавершенным. Если бы не она, вы вообще бы сны не видели, как бы. Я верю, что психотерапия такого рода найдет широкое применение, и ежегодная статистика психических заболеваний в Академии существенно снизится. Ммм. Ну, здорово, здорово. Общественные, это, конечно, тема непростая. Значит, вы готовы нам помочь? Ну, конечно, куда я денусь-то? У меня выбора-то нет, как бы. Отлично. Я сейчас же займусь подготовкой истории болезней. Приходите, когда будет время. Так у меня сейчас время есть. Я уже пришла. Что мне ждать-то? Ой, ладно, не важно. Эксперимент проходит следующим образом. Нужно расслабиться и войти в сон вместе с пациентом. Это уже половина успеха. Далее надо следовать инструкциям, приведенным в истории болезни, чтобы найти соответствующие аномальные аспекты в пределах сна. Исправьте их, выйдите из сна и все. Мы также предусмотрели экстренные действия, чтобы в случае необходимости вывести вас из сна. Безопасность добровольцев и пациентов намного важнее успеха эксперимента. Ну, это вы правильно, конечно, сделали. У каждого пациента свои уникальные обстоятельства. И с ними нужно обращаться осторожно. Приходите, когда освободитесь. Ясно, понятно. Я уже свободна. Спасибо за вашу доброту. До встречи. Да-да, до встречи. Так, в игровом процессе переплетения реальности, Грюз, вам предстоит попасть в уникальные сны. Ага. Так, надо искать определенные предметы. А сна, вы можете общаться с пациентами. Ага. Ну, короче, надо будет искать какие-то предметы, которые выбиваются из общей, так скажем, тематики. Спасибо за помощь. Это клиническое испытание имеет огромное значение. Дайте знать, как только будете готовы. Я готова. Так, тут всего пять испытаний. Монштадти, Льюэм, Инадзуми, Фонтейни и Сумеру. А почему Фонтейн с Сумеру перепутан? Ну, ладно. Так, 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 так. Чем внимательнее смотрю на эту таверну, тем страннее она мне кажется. Похоже, со стульями и декорациями что-то не так. Они перевернуты. Каллингвуд большой влюбитель выпить. Часто видит странные сны, где все вокруг перевернуто. Найдите перевернутые предметы и поправьте их. Возможно, так ему станет лучше. Ну, это довольно-таки легкое задание, если подумать. Потому что просто перевернутые предметы найти, это просто. Так, и мы находимся в таверне Делюка. Я не знаю, сильно ли она отличается от реальной. Скорее всего, нет. Возможно, они вообще идентичны. Но, в любом случае, это не важно. Привет, это ты помогаешь мне в терапии? Честно говоря, я не знаю, о чем будет мой сон. Никто не знает. Я из Монштадта, и у меня нет увлечений. Ну, кроме выпивки. Типичный Монштадтец. И я из тех, кто иногда совершает ошибки, когда напиваются. Так что, я рассчитываю на тебя. Так, мы во сне. О, музыка с эхом. Чем внимательнее смотрю на эту таверну, тем страннее она мне кажется. Такое ощущение, что что-то не так. Ну вот, я нашла первый предмет. Это интересно придумали. Конечно. Как будто и правда мы находимся во сне. Так гораздо легче смотреть. Но есть еще несколько перевернутых предметов. Ага. Это некомфортно. Нужно найти еще два. Ага, вижу. Так. И что-то еще здесь или нет? Ага, вижу. Это было просто. Вот и славно. Теперь гораздо лучше. Доля ангелов не может обойтись без меня. Да ладно. Сомневаюсь. Так, ну давайте дальше пойдем. О, демоны, великие, божественные существа и почтенные адепты. Пожалуйста, дарите нас своей милостью. Не прячьтесь в предметах, летающих туда-сюда. Пожалуйста, покажите себя, пока я не умерла от страха. Наемница Югуан часто чувствует, что в окружающих предметах таятся чудовище и не может успокоиться. Найдите странные летающие предметы и, возможно, ее подсознательная тревога и страх улягутся. Ну ладно, давайте ей поможем. Так, ага, я понимаю. Где мы? Приятно познакомиться. Скоро мы погрузимся в сон. Окей. Я Югуан, стражница из Льюэ. Недавно на службе я столкнулась с чем-то недобрым и с тех пор не могу нормально спать. Поэтому я и обратилась за помощью. Будет здорово, если я смогу избавиться от кошмаров с помощью этой терапии. Кошмары, это, конечно, неприятная тема. Особенно, когда они человека изводят. О, демоны, великие божественные существа и почтенные адепты. Пожалуйста, одарите нас своей милостью. Не прячьтесь в предметах. Пожалуйста, покажите себя, пока я не умерла от страха. Сейчас мы разберемся. Вон, я уже вижу левитирующую фигню. Вот эту. Ага. Насчет кошмаров. Я не помню, чтобы мне вот прям вот кошмары снились в последнее время или за последние годы, наверное. Хотя порой мне снятся очень странные сны, где не только перевернутые левитирующие предметы бывают, но и вообще какая-нибудь дичь несусветная. Количество прячущихся демонов резко сократилось. Однако, я все еще чувствую присутствие зловещих сущностей. Должно быть, где-то еще прячется несколько демонов, которые пока не проявили себя. Так вот, в общем, у меня бывают странные сны, но я бы не назвала их кошмарами. Просто они странные. То есть, у меня не бывает такого, чтобы, например, какой-нибудь монстр за мной гнался. Так. Где-то еще один есть. Ну, чуть не вижу. Так, ладно. Вообще, по-моему, мне даже в детстве особо кошмары не снились. Ну, то есть, я помню, как-то раз я пересмотрела кошмар на улице Вязов, и мне приснился Фредди Крюгер. Но я его в итоге отпинала, потому что он кого-то из моих знакомых, короче, обидел и оторвал ему ногу. И вот, я его за это, короче, избивала подушкой, еще чем-то. В общем, это сложно назвать кошмаром, хотя это достаточно жуткий сон, если подумать. Ой. Так, ага. Это, значит, подсказочка мне. Не увидела я летучую штуку. Ну, да. Я бы тут и не увидела, наверное. Должна быть, меня спасла какая-то невидимая сила. Спасибо, что с милости велись. Пойду на работу. Это я, что ли, сила? Ну, ладно. Ну, в принципе, я неплохая, мне не играюсь, подумают. Ничего напряженного, мне такое нравится. Где же все юкаи и надзумы? Выходите и покажите себя. Автор легких романов Хига Титетция ищет вдохновение и надеется, что сможет встретиться с юкаями и понаблюдать за ними вблизи. Угу. Ну, ладно. Раз он хочет увидеть юкаев, мы ему их найдем. А, ну, конечно же, где же еще могут быть юкаи? Ай, приятно познакомиться. Хигу Титетция. Так меня зовут. Я писатель романов о юкаях и за надзумы. В последнее время на меня многое навалилось, так что я готова сделать все, что угодно, лишь бы прийти в форму. Кстати, мои сны могут иметь довольно специфический вид, учитывая, что этот мир создан мной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Заранее прошу прощения за возможные странности. Ну, да ладно. Мы и не такое видали. Так, я уже, по-моему, вижу юкаю. Где же все юкаи, а и надзумы? Выходите и покажите себя. Ну, да, вон я вижу. Но пойдем вот посюда. Может, тут еще кто-нибудь есть? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Так, ну я так понимаю, что Юкаи это не только дети, да? Прикольные у них маски. В целом их довольно-таки легко найти. О, а вот мужик Юкаи. Ха-ха, прятавшиеся по углам Юкаи проявили себя. Но неужели это все? Кажется, что еще несколько прячутся. Угу. Так, а женщина Юкаи тут будет? Или может быть дед какой-нибудь? Ага, вижу женщину. Так. Вообще странно, что они вот в масках вышли. Обычно Юкаи стараются так или иначе в людей превратиться. Хотя мы, конечно, видели как-то Юкаев вот в масках. Вот там был Капа. О, я сейчас не вспомню, кто, короче, еще с ним был. Ну, выглядели они просто как дети в масках. Вот, видимо, решили не заморачиваться. Ну, видимо, так действительно проще, чем отрисовывать какое-нибудь сверхъестественное создание. Можно просто на НПС нацепить маску и все. Не пытайтесь спрятаться, притворяясь людьми. Маски не помогут. Я могу сказать, кто вы. Выйдите, послужите мне вдохновением. Ну, тут даже стараться не надо, понимаете? Все как на ладони. О, бабулька. Даже старая Юкаи есть. Нашел. У меня есть идея. Скорее дай мне ручку. Я сейчас буду писать. А я после снов обычно мало что запоминаю. Каждый прибор лабораторного оборудования не послушай ни предыдущего. Эй, мне все равно, сколько у вас энергии. Прекратите дурачиться и ведите себя прилично. Во снах исследователя Нитеша его лабораторное оборудование движется само по себе, нарушая все его планы. Если найти самое озорное из приборов, Нитеша спокоится. Так вот, что касается снов. У меня иногда бывают прям вообще просто гениальные идеи во сне. Какая-нибудь там музыка или еще что-нибудь не снится. Но я это вообще не запоминаю. Только обрывками какие-нибудь события и то не точно. Без деталей. А, так значит, квалифицированный доброволец для экспериментов со снами – это столь юная особа? Молодежь в наше время полна сюрпризов. Зови меня Нитеш. Я странствующий ученый из Сумеру. В настоящее время работаю в Фонтейне. Мы люди старшего поколения, легче переносим всевозможные проблемы. Я рассчитываю на то, что ты поможешь мне докопаться до сути, девушка. А, ну это просто вы куда разбежались? Каждый прибор лабораторного оборудования не послушней предыдущего. Эй, мне все равно, сколько у вас энергии. Прекратите дурачиться и ведите себя прилично. Они как мебель из Красавицы и Чудовища. Так. Думаю, их легко будет найти. Наверное. Так. Тут кто-нибудь еще есть? Ага, вижу литерический стул. Думаю, вы уж меня обмануть. А вот нет уж кем. Знаете, это мне чем-то напоминает ивент с прятками. Только там надо было искать людей. Да, а здесь предметы. Да, да, да. Так, гораздо аккуратнее. А ведь было еще несколько предметов неуправляемого оборудования, не так ли? Мы должны все рассортировать. Сейчас и будет, не переживай. Ага. Поймала. И тебя тоже. Хм. И остался один. Кто же это? Ага. Канделябр. От меня не уйдешь. Ага. Наконец-то все в порядке. Все на своих местах. Так красиво и аккуратно. Приятно смотреть. Ну что ж. Это здорово. Так. И последнее у нас будет Сумеру, да? Не могу больше. Почему бы не следовать плану дизайна? Фонарей, торшеры, стулья. Все неправильно расположено. Чрезвычайно строгие требования архитектора Пиюша к эстетике симметрии стали глубоким источником беспокойства, сильно влияющим на его подсознание. Найдите в сновидении объекты, которые не соответствуют принципам симметрии и помогите унять тревогу архитектора. Так это ты тут чудесный друг, о котором говорила Дхарма Киртия? Пиюш. Рад знакомству. Я работаю в области архитектуры. Кавих рассказывал о тебе, но мне не довелось раньше с тобой познакомиться, так что можно считать это счастливым совпадением. А тебе он не рассказывал. Думаю, мне приснится проект, который я только что сдал. Это был сущий кошмар. Жаль, что наша первая встреча проходит в такой формальной обстановке. Проект? Ты делала проект для Парди Стхяй? Хм. Вопытно. Я ведь не ошиблась? Ну да, это Парди Стхяй. Все должно быть расположено в определенном порядке. Это принцип, которого я придерживаюсь. Все нечеловеческие асимметричные архитектурные конструкции должны быть уничтожены. Уничтожены без остатка. Капец ты, Дмюш, конечно. Ой. Не могу больше. Почему бы не следовать плану дизайна? Беседки, бассейны, фонтаны, теплицы, склоны и даже интерьеры оранжерей. Все неправильно расположено. О, кажется, у кого-то большие проблемы. Наверное, он перфекционист. Поэтому ему и снятся такие ужасные кошмары. Не забудьте тщательно перепроверить территорию после того, как все будет готово. Все светильники, скамейки и фонари должны быть размещены с соблюдением центральной симметрии. Понятно? Скамейки вижу. Так. А сюда я могу сходить? Кажется, да. Не просто же так. Здесь именно эта область не обозначена красной. Ага. Еще одна скамейка. Отлично. Теперь все пространство выглядит гораздо гармоничнее. Еще несколько корректировок и все будет идеально. Вообще, на самом деле, учитывая то, как расположены в принципе все строения в Сумеру и прочее, я мне сказала, что это прям вот рай для перфекциониста. Тут столько всяких изгибов и прочего, но типа наоборот, мне кажется, очень много ассимметрии, особенно здесь пардист хай. Да я поняла, что ты мне напоминаешь-то об этом, я это даже зачитывать не буду повторно. Ну, я нашла светильник, где там еще две штуки? Так. Еще скамейка или светильник или что? Вот это вот... Нет. Да, логично. Погодите. Я же там была. Я же там была. А вот еще два светильника. Что-то я... Ладно. Я вот насчет этого не понимаю. Почему? Вот почему? Вот скажите мне. Я же в прошлый раз тут была и кликала. Ну, непонятно мне. Ну ладно. Главное, что все нашли. Симметрия символизирует божественность и гармонию. Симметрия прекрасна. А этот проект идеален. Наконец-то можно спокойно спать. Он напомнил мне Death Kid из аниме Soul Eater. Он тоже постоянно по симметрии залипал. Но в природе не бывает идеальной симметрии, поэтому я не знаю, что ему надо. Так. Спасибо за помощь. Это клиническое испытание имеет огромное значение. Дайте знать, как только будете готовы. Да я уже все сделала. Ничего страшного. После того, как вы, пациент, пробудитесь от сна, потребуется длительное наблюдение. Если результаты окажутся хорошими, мы сможем выявить положительный долгосрочный эффект. Я же говорю, я все сделала. Никогда в жизни мне не было так страшно работать в карауле. Я не хочу дрожать, но ноги меня не слушаются. Область линка мне. Спаси меня, пожалуйста. Опытный мастер боевых искусств, как я, боится призраков. Какой позор. Я никак не могу бросить пить. Выпьешь слишком много и печень разрушится. Выпьешь слишком мало, начинаешь грустить. Ах, как же мне избавиться от этого порока. Что-то другое. Когда-нибудь я напьюсь до беспамятства, как сейчас. Ах, забывайте. Пусть будет забвение. Все должно быть расположено в определенном порядке. Это принцип, которого я придерживаюсь. Все нечеловеческие, асимметричные архитектурные конструкции должны быть уничтожены. Уничтожены без остатка. Да, на поздних стадиях это обсессивно-компульсивное расстройство неизлечимо. Я чувствую. Но кажется, моя правда пора к психологу. В этой лаборатории так грязно. Вот был бы у меня ассистент. Ах, а я ведь не молодею. Может мне вернуться в Сумеру года через два? Я ведь не могу остаться здесь, правда? Ой, не то, не то, не тот человек. Аква слишком много тут сидит. Молодые люди в наши дни так небрежно относятся к своим экспериментам. Неужели сложно поддерживать чистоту в лаборатории? Это же основа основ. Смотря какая лаборатория, так хочется подумать. Мне нужно во что бы то ни стало закончить сказки 100 юкаев. Я обещал своим читателям. Моя репутация под угрозой. Я писал сказки о Тенго, о Бак и Дануке. Где же мне взять 100 сказок про юкаев? Мне нужны юкаи, свежие юкаи. Давай я позову тебя, я и Мико. Я не смогу дописать. Ни за что не смогу, как бы не старался. Лучше сразу взлетел, спуску на два года. Довольно кардинально. Ну ладно, хорошо сидим. В общем, неплохое такое развлечение, я считаю, мне понравилось. Следующая мини-игра, это как раз таки начающийся экипаж. Ай, надо поговорить с Масудом для этого. Вперед, игрушки, несите людям счастье. Приветствую тебя, дорогая путешественница из далеких земель и твою маленькую подругу. Вам нравится Сабзерус? Да, нравится. Если вам интересно, я король фантастических игрушек. С удовольствием приглашаю вас сыграть новую игру под названием Чащийся Экипаж. Чащийся Экипаж? Файмин сразу представила себе Нахиду, радостно несущуюся в своем цветочном экипаже. Я тоже это представила, как бы. Чудесно. Все в сумеру желают, чтобы Дендра Архонда была счастлива. Каждый день. Это ассоциация. Ах, какая замечательная сцена. Она заслуживает того, чтобы ее изобразили на великолепном свитке, если можно так и выразиться. И все-таки атмосфера этой игры более живая. Ее лучше воспринимать как приключение, нежели как праздник. Умный или не очень, воспитанный или непослушный. У каждого ребенка с добрым сердцем будет собственный цветочный экипаж во время фестиваля Сабзерус. В своем экипаже дети отправятся в незабываемое приключение, столкнутся с опасностями, преодолеют их и найдут величайшее сокровище, тысячу цветов. Ладно, мы отлично преодолеваем опасности, мы разберемся. Точно, считай, что сокровища уже у нас. Хорошо, очень хорошо. В таком случае играйте в свое удовольствие. Ну, в общем, это такое же испытание, как мы видели. Тут понятно, что и как надо будет делать. Интересно, правда, как именно они это разнообразят. Потому что тут явно несколько уровней. Дорогая путешественница из далеких земель, тебе понравилась игра мчащейся экипаж? Хорошо мчись в ритме цветочного экипажа. Ну да, тут несколько уровней, опять-таки пять, да? Ага. Ну что ж, давайте попробуем. Думаю, это будет просто. Очень просто. Все, вот Алиш, собирать цветы и так далее. Так, музыка тут уже другая. Ну, это понятно. Будь странная, если бы она была такая же. Алиш, собирать цветы и так далее. Они почти-почти по ритму наставили эти цветы. То есть, в какой-то мере, это можно считать за ритм и гроб, потому что музыка тут, кстати, не отключается. Это вот, она звучит, даже если отключить музыку я проверяла. В общем, это непосредственно часть игры. Вот. Ну, в принципе, а почему бы и нет, собственно. Так, следующий уровень у нас... Чё? Ладно, мне пофиг, я не читаю, что там написано. Просто буду походить. Почему бы нет? О, музыка из спорт тормоза. Ну, конечно же. да Ну и дальше были тоже такие же уровни. В принципе, ничего сложного в них не было. Разница была лишь в музыке, немного в скорости, ну и в сложности. А в остальном просто то же самое. Поэтому всё вот это вот показывать не вижу смысла. Хотя последний уровень был достаточно сложным. Дальше я пыталась пройти боевой ивент. Но там тоже было всё довольно-таки скучно. Потому что, ну что, бои как бои. Можно на выбор брать тестовых персонажей. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что там в одном из испытаний нужно было сражаться с маленькими детёнышами Тепетлизавра. А я этого не делаю даже в бездне, потому что, ну как-то это немножечко перебор. Поэтому, в общем, я пропустила этот уровень. И в целом не сказать, что мне это было интересно. Я просто хотела набрать немного очков, чтобы забрать награды с ивента. Ну и последнюю консту для моей Кандаки. Вот. Ну и, собственно, это всё, что я хотела сделать. Теперь созвездие Кандаки у меня полностью заполнено. И хотя я за неё практически не играю никогда, но всё равно это приятно. Возможно, куда-нибудь она мне где-нибудь пригодится. Ну, а пока что у меня на этом всё. Большое спасибо за просмотр. Удачи вам в жизни и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok